Всем здравствуйте! Я рада приветствовать всех на канале Дачные Советы. Сегодняшний свой ролик я посвящаю однолетним цветам. Часто у нас в магазине спрашивают, какие же однолетники неприхотливые можно посеять, особенно на участках, которые еще разрабатываются, и хотелось бы закрыть пустые места, но при этом, чтобы растения были довольно-таки неприхотливые. Вот таким цветам я сегодня и посвящаю свой ролик. Табак тушистый Саратога серии. Это низкорослый табак, высота 30 см, с приятным ароматом. Лучше его, конечно, выращивать на солнечных участках. Сеем мы его через рассаду, выращиваем рассадным способом. Посеять можно в середине апреля в тепличку, либо дома рассада растет очень хорошо и быстро, совершенно неприхотливый. Также можем посеять прямым посевом семян в грунт в конце апреля. Несколько разновидностей у этого табака. Можно сформировать хорошие клумбочки. Да, и также он прекрасно растет в кашпо, можно выращивать на балконе, если нет у вас садового участка. Затем гацани. Гацанию выращиваем мы на Урале только через рассадный, только рассадным способом, для того, чтобы она, в общем-то, побыстрее зацвела. Цвести она будет все лето, если мы ее в середине апреля посеем. Единственное, что в начальный период в рассадной она боится холодов, то есть ее нужно сберечь от холода. Но затем, осенью, она довольно-таки долго цветет. Высаживаем только на открытые солнечные участки, так как цветы раскрываются только на солнце. Если мы посадим ее в полутень, либо в тень, то цветения мы не увидим. Я ее выращиваю в основном в горшках, но горшки должны быть высокие для гацани. Если мы решили гацанию выращивать в горшках. И при правильном уходе она будет очень обильно цвести и долго. Но даже если она подмерзнет, гацания весной, то она достаточно быстро отходит. Ее можно, в общем-то, спасти. Вот как было непосредственно у меня летом 2018 года, когда она у меня очень сильно подмерзла. И снимала я ролики про нее. Разновидностей гацани очень много, она вся очень красивая. Затем лаватера. Лаватеру мы сеем непосредственно прямым посевом семян в грунт. Единственное, нужно помнить, что при посадке лаватера мы ее сеем погуще. Так как густые такие куртинки лаватера, они смотрятся гораздо привлекательнее, чем посеянные и редко посаженные. Есть они разных цветов, можно взять и в смеси. Высота 75-100 см. Это вот такая нежно-розовая, ярко-розовая. Это вот 50 см. По высоте можно определиться в магазине, выбрать. И вот метр двадцать белая. Монплан. Миралилис. Их тоже много разновидностей. У меня тут представлен один только желтый цвет. Высота растения 60-80 см. Растет он кустиками. Высаживать его лучше тоже на солнечное место. С приятным ароматом. Очень привлекательно смотрится. Расстояние между растениями оставляем где-то 30-35 см. Бархатцы серии Антигуа и серия Перфекшн мне очень нравятся. Это низкорослые бархатцы. Высота у нас 20-30 см. При этом очень красивая листва. Всегда насыщенно зеленая. Она отличается от обычных бархатцев. И до 10 см диаметра вот этих соцпетий. Цветет все лето. Можно посеять непосредственно прямым посевом семян в грунт. Особенно если вы в южных регионах живете. Ну а мы сеем либо под зиму. Как вот у меня в этом году посеяны уже бархатцы. Под зиму в теплице стоят емкости. Либо в середине апреля также в тепличке можно посеять. И прекрасно они у нас зацветут. И цветут конечно они все лето. Целлозия. Да, и эти бархатцы низкорослые. Можно также выращивать на балконе. В кашпоне очень хорошо смотрятся и растут. Целлозия гребенчатая корона. Это высокорослая. 80 см. Целлозия зеленый лист. И вот такие пестрые шапки. Эти шапочки соцветия. Они очень приятные на ощупь. Они такие бархатистые. И цветет она достаточно долго. Ее мы выращиваем только через рассаду. Иначе она у нас поздно зацветет. Выращивать очень легко. Семена у нее как маговые зернышки. Оно растет очень просто. И с нее легко собрать семена. И вот такая вот целлозия императрицы. Она с вишневым листом. Видите, у нее лист не зеленый. И ярко-красные соцветия. Вот такая вот однолетняя целлозия. Также есть целлозия метельчатая. Да, у нас была гребешковая. Это метельчатая. Высота этой целлозии 25-30 см. Бывают желтые метелки, белые и вот такие красные. Тоже выращиваем ее через рассаду. Ну а в южных регионах, конечно, можно и прямым посевом семян в грунт. Из лиан очень мне нравится. Тунбергия крылатая. Вот у меня вообще лианы не растут. Но тунбергия это вообще красавица. Она у меня в этом году выросла. Несмотря на то, что вся рассада у меня замерзла этой тунбергии. Одно растение осталось, выжило. И каково же было мое удивление, когда одно растение заплело полностью всю металлическую конструкцию, предназначенную для нее. Очень красивая листва. Форма листа красивая. Цвет красивый. Лиана такая прямо мощная. Побеги вот эти очень толстые у нее. Были достаточно толстые. И диаметр цветка 3-4 см. Очень приятно смотрится. И я жалею, что не сняла ни в одном из роликов вот эту тунбергию. Вот летом 2019 года обязательно ее буду выращивать. И, конечно, посею побольше. И постараюсь сохранить. Душистый горошек. Карликовый. Серия карликовых. Их разновидностей очень много. Есть и белые, и сиреневые, и розовые, и красные. Можно выращивать также на балконах. Сеется он непосредственно прямым посевом семян в грунт. Высота растения всего 30 см. Немезия. Мы ее выращиваем, конечно, рассадным способом. Вот эту Немезию поэтри я ни разу не выращивала. Буду выращивать первый раз. Розовая. Достаточно просто выращивается рассадным способом. Никаких заморочек с ней нет. Единственное, что ее нужно прищипывать для того, чтобы она закустилась. А так, цветет очень красиво. Ее тоже много разновидностей. Единственное, что Немезия любит хороший полив. Мы не даем ей пересыхать. То есть поливаем хорошо. Если есть проблемы с водой, лучше Немезию не выращивай. Вот это вот все разновидности Немезии. Она очень хорошо, конечно, смотрится в Кашко. Прямым выращиванием, вернее, на Кумбе она не очень красиво смотрится. А в Кашко она прям красавица. И вот такая вот есть еще смесь. Так, мимолюс. Мимолюс тоже выращивается через рассаду на Мурале у нас. Ну, вырастить рассаду очень просто. И уже буквально достигнув 5-7 сантиметров, эта рассада уже начинает растение цвести в рассадный период. Но высаживаем мы его только на солнечные участки. Растение невысокое. Высота всего 20 сантиметров. И очень хорошо он смотрится в горшках. Клеома. Клеома много тоже разновидностей. Можно купить по цвету конкретно. Можно купить смесь. Высота растения 90 сантиметров. Выращиваем мы ее тоже рассадным способом. Очень легко выращивается. Оставляем между растениями около 40 сантиметров. Для того, чтобы они не мешали друг другу. Единственное, нужно помнить, что если вы живете в южных регионах, то лучше ее, конечно, посадить в полутень. Так как на ярком обжигающем солнце вот эти соцветия, лепестки, они очень быстро засыхают. И декоративность теряется. У нас на Урале она растет прекрасно, как на солнце, так и в полутени. Цветет очень хорошо. Львиный зев карликовый. Высокорослый львиный зев как-то я не люблю. А вот карликовый мне очень нравится. В основном я выращиваю серию твиньи, это махровые. Но и простой львиный зев карликовый. Очень красиво смотрится. И также можно его выращивать в кашпу и на балконах. Высота этого львиного зева всего 15-20 сантиметров. Разновидностей достаточно много. Вот это и розовый, и белый, и желтый. И можно купить также непосредственно в смеси. Портулак махровый. Это почвопокровник. Мы его выращиваем через рассаду. У него листики такие мясистые иголочки. 10 сантиметров всего высота. Также можно выращивать в кашпу, на балконах. Ну и непосредственно на клумбах, как почвопокровник. Брахикома. Сеется непосредственно прямым посевом семян в грунт. Семена сеем либо поверхностно, если участок закрыт от ветров. Если ветреный участок, то лучше, конечно, 1-2 мм буквально присыпать грунтом, либо вермикулитом чем-то. Но вермикулит, скорее всего, сдует лучше грунтом 1-2 мм, а не больше. Цветет все лето. Воздушная зелень и такие вот приятные легкие мелкие ромашечки. Ой, разновидностей, конечно, расцветок много достаточно. Вот и белая, и чисто голубая. И в смеси можно купить. Цветет абсолютно все лето. Дальше космея. Космея сейчас тоже достаточно большой выбор. Можно выбрать то, что понравится вам. Высота разная. Вот эта махровая кнопка. Высота 80 см. Космея мы тоже сеем непосредственно прямым посевом семян в грунт. Ракушка космея. Чем она мне нравится? У нее лепестки, видите, вот так вот скручены в трубочку. Смотрится очень оригинально. Высота этой космеи 90 см. Ну и цветет космея все лето, как в тени, так и в полутени, так и на открытом солнечном месте. Она везде себя хорошо покажет. Махровая розбонбон. Высота 80 см. Дальше амаранты. Амарант, конечно, можно выращивать непосредственно прямым посевом семян в грунт. Вот такой вот, который с декоративной листвой. Но лучше у нас на Урале, конечно, его выращивать через рассаду. Вырастить очень просто. Высота вот этого амаранта 50 см. Трехцветная иллюминация. И амарант Molten Fire. Высота 80 см. Но амарантов сейчас достаточно тоже много. Большой ассортимент и можно определиться. И можно им как раз вот закрывать такие участки, где вы не планируете пока ничего садить. Но тем не менее, многолетники еще рано садить туда. То есть высаживать. Вот амаранты для этого очень хорошо подойдут. Они достаточно большую площадь занимают. Алисум Скальный Золотая Волна. Это многолетник. Высота 20 см. Для альпийских горок очень хорошо подходит непосредственно прямым посевом семян в грунт сельца. И однолетние алисумы. Их достаточно много разновидностей. Белые, сиреневые, розовые. Тоже можно выращивать как непосредственно прямым посевом семян в грунт, так и через рассаду. Рассаду вырастить довольно таки просто. С приятным медовым ароматом алисумы. Цинерария. Серебряная пыль. Такая серебристая травка. Ее несколько разновидностей. Есть вот сильно рассеченные лепестки. Есть более такие широкие лепесточки. Декоративно смотрится все лето. Конечно, мы на Урале ее выращиваем через рассаду. Оформление клумбы цинерария очень эффектно смотрится. Схизантос, он очень теплолюбивый. В этом году он у меня весь замерз в рассаде. Выращиваем мы его через рассаду. Но в южных регионах он будет и прямым посевом семян в грунт отлично расти. Единственное, что в рассадный период мы его немного формируем. То есть прищипываем изначально для того, чтобы он закустился. У нас на Урале тоже иногда, если бывает теплое лето, вернее, то семена вызревают, осыпаются и он зацветает на следующий год. Единственное, что он зацветет уже позднее, если мы нерассадным способом его посеем. Кохия, летний кипарис. Наверное, многие видели такое растение. Очень неприхотливое растение. Можно сеять прямым посевом семян в грунт. Можно посеять в середине апреля в тепличку на рассаду. Очень неприхотливое растение, жаростойкое. Даже пересадка как-то у меня была прям в 30 градусную жару. Но она совершенно не пострадала. И вот такие пушистики зеленые. Очень декоративно смотрятся. Подсолнечник гномик низкорослый. Высота 60 сантиметров. Он очень хорошо смотрится как в кашкупо, так и просто на клумбах. Невысокий. При этом очень хорошие у него вот эти вот крупные соцветия до 15 сантиметров. Очень плотные. И смотрится, конечно, он очень декоративно. Кларкия. Ее мы сеем непосредственно прямым посевом семян в грунт. Цветет все лето. Высота у нее бывает разная. Вот оранж. Это 60 сантиметров. Высота. Кларкия. Такие как розочки махровые. Рубиновая. Высота 60 сантиметров. И сакура нежно-розовая. Метр 20 высота. Абсолютно неприхотливое растение. Просто декоративное. Мне очень нравится. Оно идет как однолетник. Но затем семена осыпаются. И он у нас уже будет расти как многолетник. Перетру. Высота просто 70 сантиметров. Перетрум девичий карлос. Он очень хорошо смотрится как в кашпо, так и просто на грунте. Самосевом и затем сеется. И получается он у нас уже как многолетник. Высота этого перетрума 15 сантиметров. Его можно на балконе выращивать. Да, через рассаду он очень легко выращивается. Совершенно неприхотливый. И к пересадке очень устойчивый. Рудбекия мультипультия. Это низкорослая рудбекия. Всего 15 сантиметров. Выращивать ее можно как в открытый грунт. Непосредственно посевом семян. Но это уже конец апреля. Не позднее. Так и в тепличке можно на рассаду посеять. И вот такие пышные коврики этой рудбекии. Будут радовать наш глаз. Вьюмок низкорослый. Это высота у нас всего 25 сантиметров. Их тоже несколько разновидностей. Сеется непосредственно прямым посевом семян в грунт. И радует нас все лето. Но сеять его лучше на солнечное место. Также его можно выращивать на балконах. Очень хорошо растет. Но на солнечной, конечно, стороне. Если балкон. Колиусы. Сейчас очень многие увлекаются колиусами. И непосредственно вот этот колиус серии Блюме. Забава с рассеченными лепестками. Надеюсь, на камере это видно. В интернете я много вижу отзывов о том, что это именно вегетативный колиус. Но на самом деле он прекрасно выращивается из семян. Единственное, что нужно помнить, что выращиваем мы его рассадой. И высаживаем рассаду в открытый грунт, только когда минует уже угроза заморозков. То есть это где-то середина июня, после 15 июня вот у нас на Урале. Так как любое малейшее похолодание, и колиус наш погибнет. Поэтому мы немножко ждем, когда погода установится. Ну и колиусов, конечно, сейчас очень большой ассортимент представлен. Огромное разнообразие различных колиусов. Флоксы однолетние, тоже мои любимчики, которые у меня летом 18 года тоже все замерзли. И не получилось вырастить, рассада погибла. Промис розовый, это махровый. Единственное, что когда мы выращиваем флоксы, нужно помнить, что рассаду при пересадке рассады, при высадке в открытый грунт, мы оставляем между растениями не меньше 40 сантиметров. Так как соцветия он образует достаточно много зонтиков, соцветий. И если мы посадим часто, то они ложатся друг на друга, и декоративность теряется. Вот эти флоксы, они уже идут не махровые, но тем не менее, они очень симпатично смотрятся. Высота растений, вот это 45 сантиметров. Промис у нас 20 сантиметров. Мой любимчик, это звездные тоже, либо созвездия. Они очень похожи. 20 сантиметров высота, гораздо декоративнее смотрится, чем на пакете. Цветет абсолютно все лето. Разнообразие флоксов сейчас тоже очень большое. Можно выбрать любой, какой цвет вам нравится. Также на южном балконе он будет очень красиво смотреться. Отлично в горшках можно выращивать, в кашпо и на клумбе. Ну и заключительным у нас будет, это остеосперму. Один из моих любимчиков. Выращивается он у нас, конечно, только через рассаду. Но рассаду вырастить очень просто. В начальный период в рассадной мы обязательно его прищипываем, для того, чтобы он закустился. А затем он уже будет куститься у нас самостоятельно. Конечно, мне остеосперму больше нравятся низкорослые. Такие прям пышные кусты вырастают. Между кустиками оставляем где-то 25-30 сантиметров. И он будет радовать нас все лето. Замерзает остеосперму самый последний на участке. Очень холодостойкий, при этом засухоустойчивый. Но мы его выращиваем только на открытом солнечном месте. Иначе соцветия будут всегда у нас закрыты. Если флоксы мы выращивать можем как в тени, так и в полутени. Если они нормально растут и на солнце, то остеосперму мы только на открытом солнечном месте. Вот этот флокс у нас 25 высота сантиметров. Небо и лед он у нас 30 сантиметров высотой. Вот изначально его прищипнув в рассадный период. Затем мы уже их не трогаем. И если у вас недостаток воды, проблема с водой на участке, то остеосперму вам вполне подойдет. Он очень засухоустойчивый. Ну вот, обзор свой я закончу однолетников. Сниму еще, планирую снять обзор цветов по многолетникам. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.